Добрый день, уважаемые гости. Сегодня у нас в гостях врач Сокумской городской больницы Алхаз Дюнджоли и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Анзор Гофф. Уважаемые гости, буквально недавно вы побывали с волонтерской миссией на Донбассе. Общественность Абхазии узнала об этом только тогда, когда вы уже были там. Как вообще сформировалась эта группа, как слабодготовка, как вы стали участниками этой волонтерской миссии? Расскажите, пожалуйста. Мы уже, будучи там в Донецке, мы отдавали одно интервью. Ну, сейчас, во-первых, всех приветствую, извините. Перескажем всю эту историю еще раз, это, видимо, интересно. Это то, что надо продолжать. Наш порыв такой совпал с отъездом в направлении Донецка группы большой, волонтерской группы врачебной из российских регионов. Мы с ними вместе, в общем, заехали на территорию ДНР, попали в Донецк, распределились по этим госпиталям, госпиталям города. Да, собственно, нас никуда больше и не выпускали, там режим особый, сами понимаете. Находились все эти две недели, проработали в Республиканском травматологическом центре. Антон Агронович – это травматолог с большой опытом, и вот мы в этом учреждении находились. Две недели работы было много, к сожалению, это у нас в нашей профессии связано с большим количеством раненых, покалеченных бойцов, мирных жителей, пленных людей, кстати, было много там в числе пациентов. С нами, значит, хотел бы особо отметить наших коллег, которые заезжали с России. Ну, это, во-первых, профессионалы высочайшего уровня и вообще достойные просто люди. Это были, я не знаю, пятизвездочные врачи, так если можно выразиться, и вообще судьбе благодарен, что смогли с ними познакомиться и вместе поработать. Значит, в какой-то дней, не помню, мы все рвались, но не получилось из-за угрозы там определенного рода, не смогли попасть в город, там недалеко относительно находится Мариуполь, который у всех был на слуху тогда. К тому моменту бои прекратились, уже спадал поток раненых из этого региона, но из-за большой угрозы там мины, неразрывавшиеся снаряды, нас саперы, в общем, грубо говоря, не пустили. Еще в эту больницу разбитую хотели попасть. Мариуполь, это 500-тысячный город был когда-то. Хотели попасть с нашими коллегами, но туда мы не смогли единственно съездить. Опять-таки из-за режима там несколько докторов отвезли в составе колонны специальные наших коллег. И вот там они, если можно так сказать, налаживали эту медицинскую жизнь после этих боев, разрушений. Что касается Донецка, то на достойном уровне, не постесняюсь этого сказать, поработали, все нервничал, как мы справимся. Там такие ребята с нами были, что хотелось, конечно, Абхазию достойно представить. Вот Анзор, конечно, мы друг друга все здесь иногда недооцениваем, живя здесь в одном маленьком городе, пьем кофе и забываем, кто мы все вместе на самом деле являемся. Человек показательные операции проводил в своей отрасли, это микрохирургия, кисты. Отпускать не хотели его с этого центра травматологического наши коллеги. В общем, большой объем был пройден работой. Большое количество раненых украинцев пришлось лечить. Что уже там говорит, очень удивило отношения медперсонала. Вот я повторюсь еще раз, это таки о многом говорит человеческое лицо. Там наши коллеги, да и бойцы, рядом лежавшие, в соседних палатах находились люди. Вчера, можно сказать, образно противостоявшие друг другу на поле боя. Но все это, не знаю, никакой такой агрессии там внутри больницы, по крайней мере, замечено не было. Ну, что еще сказать, повторюсь, опять же, конечно, удивил тот уровень жесткости, жестокости, боестолкновений. Не знаю, это вообще, конечно, страшная картина, такой накал, как бы злобы, что ли, беспощадный, ни шагу назад. У нас же горький опыт нашей войны, как бы, честно говоря, такого ожесточения, по-моему, не было. Другое впечатление сложилось. Трудно будет, конечно, республике восстанавливаться, приходить в себя, к мирной жизни приходить. Но это все, видимо, еще ждет впереди. Сейчас главное, чтобы весь этот ад закончился, так скажем. Ну, во-первых, когда мы приехали, конечно, они, буквально, самое высокое руководство приехало к нам. Именно вот к нам подошли и Пушилин, и Турчак. Потом отдельно нас принял в Министерство здравоохранения ДНР. В общем-то, мы пообщались с ними, со всеми. Они были приятно удивлены, и им было приятно, что из Абхазии маленькой приехали врачи. Было особое внимание к нам. Они встретили и сами дончане, и нас встретили очень хорошо. Отношение было просто, ну, особое. Мы сказали, мы простые врачи, вот приехали просто помочь вам. Ну, естественно, они там пытались как-то нас оберечь, там не совсем, но... Когда уже поняли, что приехали не дилетанты. Слава Богу. Знаете, немножко хвалить петуха за то, что тот хвалит кукушку, но... Абхаз Владимирович там, конечно, прооперил много больных, и достойно такая прям. Без него вообще там они уже до сих пор звонят, говорят, вы нас оставили без рук. Ну, в планах, в общем-то, я думаю, что... Я вернусь точно. Абхаз Владимирович по работе, как получится у него, но... Я вам скажу, что база сильная, конечно, у них. Очень сильная база медицинская, и они специалисты, конечно, за 8 лет они... Там вообще Донецкая школа была хорошая. Настрою людей, они относятся... Они не потеряли человеческое лицо. Вот Абхаз Владимирович видел, когда привезли пленного. Отношения... Вот он сам расскажет, наверное... Там... Они к каждому относятся как к своему. Независимо от того, он противник, или свой, или мирный. Они относятся ко всем как к своим. Вот мы оперируем в одном, во втором в госпитале нас возили, и отношения просто... С ними было приятно поработать. Было что посмотреть. Там какие-то методики новые у них. Конечно, и мы показали то, что здесь мы наработали свое время войны и после войны. Ну, а политические дивиденды, конечно, ну... Это уже... Руководство, наверное, само будет уже дальше как-то развивать эти отношения. Я думаю, что это богатейший край. При всем том, что эта война... От госпиталя, от удовольствия фронта где-то 6 километров по прямой. Ну, бомбят, но город чистый. Вот... Они сами убирают его. Там окурок бросить негде. Там законы работают, все как бы вот живет. Город живет обычной такой вот жизнью, которая... Они достойно смотрят за своим городом. Вот даже разбомбили какой-то дом, они тут же убирают. То есть город чистый. Вот удивительно. И этот край очень богатейший со своей экономической структурой и социальной. Будем, наверное, правильно как-то его использовать. Не знаю. Это лично цели. Скажите, пожалуйста, вот Абхазия подключилась к тому вопросу добровольческим движениям. Такое еще с 14-го года существует. Также группа дурналистов недавно отправилась на Донбасс. Но с точки зрения медицинского сообщества, есть еще потенциалы в плане оказания именно медицинской поддержки? И что в первую очередь необходимо? Мы заезжали в ДНР в составе вот этой волонтерской группы. С ребятами, когда общались с коллегами, они рассказывали, что это те, кто прорвались. То есть там остались, там, там, там в разных городах России огромное количество заявлений, желающих приехать и помочь. То есть там волонтерское движение, именно врачей, касающиеся медработников, даже шире скажу, оно достаточно мощное. Ну, их по соображениям, во-первых, безопасности, по соображениям, там, целесообразности, пока все это сдерживается. На наших глазах это формируется, фактически это все движение. Некоторые группы докторов, так назову, на машинах собственных, откуда-то с глубины России, сами прорывались. Вы помните, суфы, молодежь, там, три доктора приехали, отметились и уехали в Мариуполь работать на самый край. То есть такой порыв правильный, там, воодушевление, короче, редкое, очень давно такого не было в среде медработников, так скажем. То есть в данном случае все эти боевые действия, как и везде, наверное, сплачивают людей. Такое чувство взаимопомощи, те препараты и медицинские, там, принадлежности, которые они собирали сами по своим учреждениям, это немаленький объем, хочу сказать, и еще столько, они просто физически не смогли многое привести. Я думаю, что дальше это движение будет как-то упорядочиваться, чтобы не было там хаоса, конечно, это недопустимо в условиях такой ЧС-ситуации, мягко говоря. Ну, те люди, о которых упомянуло, мы встречались с руководством и собираются это все как-то упорядочить, ну, и, соответственно, больше эффективно, чтобы было. С нашей стороны, сейчас некрасиво это звучит, но врачи, например, особенно военные врачи, они на крови учатся, к сожалению, то есть читать книги в мирное время, вести трудовую деятельность в больницах, в госпиталях, это одно, но на поле боя фактически в данном случае и госпиталь, это уже поле боя становится. Это тот, некрасиво, еще раз извиняюсь, выражусь, но тот полигон, где мы могли бы, оказывая помощь республике, заодно и обучать свой персонал. Это, опять повторюсь, некрасиво, но, к сожалению, в жизни так построено в нашей специальности. И к чему я так говорю, думаю, что опыт из нашей поездки вынесен, и то, что мы видели своими глазами, с чем мы столкнулись с проблемой, и проблемы есть, конечно, там немалые организационные структуры. Надеюсь, что руководство услышит, Минздрава, Минобороны, готовы, естественно, поделиться, подсказать, направить, чтобы понимали, все руководство госпиталей, фактически мы познакомились, уже просто как приятели разъезжались, когда все готовы принять, помочь наших ребят. То есть и их помощь, вклад в общее дело будет, и при этом готовы поделиться опытом. Это одна сторона. Теперь я сейчас немножко от волонтерского отвлекусь движения. Просто на поверхности лежит давно уже назревшее решение, которое требовалось, наверное, решить еще вчера, как говорится. Там надо открывать представительство, обращаясь к нам всем, неважно, к руководству или к простым людям, там республика сражается за свою свободу и так далее, и мы с ней находимся в определенных дипломатических отношениях, в похожем статусе, можно сказать. И вот эту руку помощи, сейчас если не превращать это в хаос, и мы поедем, и мы поедем, надо давным-давно было открывать представительство. Там в рамках этого представительства можно и торговое представительство, и военное представительство, дипломатическое. И нам было бы гораздо легче как-то медицинскую нашу помощь под крышей вот такого учреждения осуществлять. Республика сегодня находится в очень интересной ситуации, Россия рядом, идет в спецоперации. Ну, поверьте, Абхазия в виде вот этого подразделения, все уже знаете, этой пятнашки, там определенное количество наших ребят сражается. И нескромно будет звучать, вот даже наш с Анзором Назроновичем визит в Донецк, что вот это вместо откладывает отпечаток на информационное поле. Они приходили просто пожать руку, что с Абхазией, кто-то Абхазия с нами, вы с нами. Вот это слова «вы с нами» для них это очень важная, поверьте, составляющая. Учитывая, как наши парни там на поле боя ведут себя достойно, сражаются, и я столько позитивного о них слышал. И на самых тяжелых участках фронта наши парни находятся, ну, чувство гордости за них испытываешь, честно говоря. И маленькая Абхазия на фоне таких титанов, которые там борются, поверьте, помощь наша заметна. То, что мы делаем, то, что мы озвучиваем, они все слышат и с огромной благодарностью принимают. Это я имею в виду и в политическом, международном плане, это важнейшая составляющая, которой мы должны заняться. Я уверен, в ближайшее время, надеюсь, что это будет все осуществлено. Так что волонтерское движение, я думаю, перерастет в такую упорядоченную помощь одной республике, другой в такие трудные времена. Когда там будет мир и когда все будет хорошо, все придут на помощь. Ну, надеюсь, что, считаю, что надо помогать тогда, когда трудно друг другу. И это будет, поверьте, оценено и будет иметь огромные перспективы. Республика огромная, напомню, население ДНР, это около 5 миллионов человек. ЛНР порядка 3 миллионов человек. Чернозем, выход, если за город, степь вокруг, сколько глаз хватает, чернозем, которого нигде на планете больше нет. Железная руда, шахты, уголь, заводы, все уже на слуху, это Азовсталь, это крупнейшее предприятие. Это одна из самых богатых потенциально стран Европы, но сейчас происходит то, что происходит. И мы, я думаю, должны помочь друг другу. У нас есть то, в чем они нуждаются, у них есть то, что нам нужно. Это вполне адекватные, нормальные отношения можно выстраивать, начиная уже сегодня в тяжелые времена. Спасибо, уважаемые коллеги. Есть еще вопросы? С окончания нашей войны прошло уже 30 лет. То, что вы делали с медицинской точки зрения, от Донецка отличается от того, что было здесь. Может быть, какие-то новые ранения выявились, новые способы? Вы знаете, есть военная доктрина, которая обозначена еще со временой Великой Отечественной войны и до этого. Там четко все прописано. Есть разные школы ведения таких больных, но основные, в принципе, они одни и те же. Характер ран в этой войне, он отличается от наших. У нас было больше пулевых ранений. Только на Шроме были такие миновзрывные. Здесь за две недели только одно пулевое ранение оперировали. Все остальные были миновзрывные. То есть при миновзрывной травме это три фактора. Это ударная волна, температурная травма и механическая. То есть разрывы мягких тканей, огромные раны, которые просто разрывают мягкие ткани и все остальные внутренние органы. То есть характер травм намного тяжелее, чем у нас было. Поэтому и тактика ведения таких больных, она отличается. Но у них, я же говорю, что Донецкая школа медицины, она была сильная. Донецкая Петровская, Донецкая школа. Я был еще в 90-х годах там на конференции, и я сталкивался с ними. Сейчас осталась кафедра. У них огромный мединститут. Со своей структурой вот нас ввозили, показали. Это целый городок. У них своя лечебная база, свои кафедры. То есть все это у них скопано на территории больницы. И они, молодые врачи, которые там работают, в основном молодежь, они смело идут на операцию. У них есть база, с ними надо ставить профессор. То есть тактика ведения больных в основном, она сохранилась. Подходы несколько там, как-то по-другому они подходят. Но основные этапы, которые должны быть при обработке таких ран, они сохранились у них. То есть советская школа, она стоит у них. Но они также и занимаются, и повышают свой уровень. У них есть для этого база. Чего нам не хватает, конечно. Мы в 92-м, 93-м оперировали, но я же говорю, что характер, травм совсем другой. Это небо и земля. Там-то много тяжелее раны, и травмы тяжелее. И количество их другое. В день бывает по 40, 50, 60 раненых. Это военных, не считая еще и мирных, которых привозят с отморожениями, вот с подвала, с Мариуполя. Есть другие части, которые в подвалах посидят. Там уже осложненные раны. Поэтому там и гнойная хирургия у них развита. Есть чему поучиться у них. Получится одно, помочь надо. Потому что сегодня там, скажем так, решается судьба России и вообще и наша судьба. Спасибо, еще вопросы. Скажите, пожалуйста, вот вы пробли там две недели, сейчас вернулось. Может, чуть некорректно это прозвучит, но вот с чем связано на ваше возвращение? Вы говорите, что вы намерены еще раз позаправить это. Вот в ваших будет отпуск, какой-то перерыв, потом вы вернетесь. Или вот какие ваши дальнейшие планы? Ну, у нас было две недели, то есть та бригада, которая ехала, на две недели, там посменно едут они. То есть сейчас приехала другая бригада, нас сменила. Ну, мы поработали в Донецке, естественно, надо поехать. Там затишье сейчас такое временное. Сейчас особо таких вот... У них есть руки, кому оперировать есть. То есть сейчас вот как бы такое затишье, мы решили приехать, чтобы... Здесь все-таки у нас тоже работа есть. И потом наши бригады, с которыми мы ехали, они все выехали. Я думаю, что если что-то начнется у них опять, то, естественно, там будет другой наплыв. Все зависит от отткновки здесь. Ну, я правильно понимаю, что идут ли активные бои или же пока затишье? Это зависит от... Ну, на границе Донецкой бывшей области Российская армия еще не вышла. То есть бои еще предстоят серьезные. Конечно. Да? Вот сейчас затишье связано, сколько стратегическое военное там... Ну, стратегическую военную составляющую мы обсуждать не можем, потому что мы находились в госпитале, мы в боевых действиях не участвуем, но мы посознаем по количеству раненых, которые привозят. Когда активная фаза, то есть там бомбежки, и все это не прекращалось ни одного дня, пока мы там были две недели, это постоянные обстрелы. Другое дело количество больных, которые поступают, да, которые раненых поступают на данном этапе. И второе то, что, знаете как, с кем приехал, с тем уехал. То есть мы уехали, но сейчас вот они будут формировать заново всю ту же бригаду, и я думаю, что надо вернуться и доработать как-то. И тех больных, которых мы наоперировали, посмотреть, и новые, если будут помочь им в этом. Дальше что будет, там регионы, которые освобождаются, там это налаживается социальную сферу, то есть в медицинскую, если понадобятся наши знания, наши руки, то есть, ну, тогда надо будет об этом тоже думать. К вам обращались какие-то абхазские коллеги, интересовались, как можно тоже к вам присоединиться, или пока что... Ну, я из-за этого так, Хрис Владимирович... Ну, обращались, конечно, мы тут все друг друга знаем, как говорится, но, как сказать, не хотелось бы это все превращать в хаотическое движение и порыв, потому что там, куда едешь, там тоже определенная степень упорядоченности. Есть крочечные такие участки, где вот нужна помощь. В большинстве своем все там вопросы перекрыты, то есть, в медицинского касается. У них Россия за спиной тоже, извините, там и без нас есть кому помочь. Еще раз скажу, так, ну, хорошо, что мы съездили, увидели, что, где и как нужно им, в чем нужно помочь. И нашим ребятам, коллегам все это вот рассказываю, объясняем, какие профессии нужны, в частности, травматологи, анестезиологи, немножко другие, конечно, там другую картину увидели, чем мы ожидали. Вот еще раз повторю, как Анзор говорил, там не на пустом месте все это происходит, огромные госпиталя, мы работали, сколько было, 400 коек, наш только центр. Отдельное учреждение Калинина, там вообще еще больше, не помню, сколько точно, огромные учреждения. То есть, люди ездят, кадры ездят, они работают, но когда хлынет поток, тот же Мариуполь, повторюсь, 500 тысяч населения, это население, плюс армейские части с двух сторон. Идут, вернее, боевые действия, поток раненых, даже при таком огромном коечном фонде, который есть в наличии в Донецке, даже его не хватало массово, в один момент, тогда поступает такое количество людей, это объективно уже заваливается, любое медучреждение. Там сортировку задыхались, на первом плане люди, наши коллеги, кто работали, ближе туда, к фронту, так скажем. Там, конечно, был завал, там был героизм настоящий со стороны медработников. И вытаскивание с поля боя, и первая помощь, и транспортировка под обстрелами, и вездесущие эти минометы, и такую голову людям не давали поднять. Я думаю, что Минздрав наш, и соответствующий, как-то, наверное, свяжется с ними, как-то, наверное, это понятно, наверное. Это не нам решать просто это. Мы ехали по другой линии, мы ехали в составе сводного отряда российского поехали. Мы взяли отпуск оба и присоединились к ним, потому что там наши коллеги, они знали нас, меня скучили в группу, в это мы поехали. Если говорить, здесь просто так хаотично ехать не надо, это не принесет пользы, и вот адресно могут не попасть туда, куда надо попасть. То есть врач должен по своей специальности попасть в то очередение, где он должен быть, где он больше принесет пользы. Так просто поехать с шашкой на голову, нерационально просто, неэффективно.